Здравствуйте! Знаете, когда люди живут в тронном положении, потом у них появляются вдруг большие деньги, они начинают думать, о, у меня на карте много денег. Скажите, когда-нибудь вы клали деньги на счет? Но деньги в банковской карте, это не ваши деньги. Но поскольку есть цифры, конечно, это приятно и хочется что-то купить. Но если мы будем считать, что это деньги, не мои деньги, тогда мы не будем считать так. Подобно этому, обещание Господа Бога похоже на банковский счет. Если ты вставишь карточку и вытащишь деньги, ты сможешь получить деньги. По этой причине, даже если у меня нет наличных, если у меня есть банковская карта, значит, у меня есть деньги. Наша вера — это не реальность, это обещание. А однако, даже ничего не имея, но тому, кто верует... Бог дает безграничную радость и веселье. Знаете, за что я благодарен моей жизни перед Богом? У меня были серьезные проблемы с желудком, я чуть не умер. В 99-м году я не умер чуть из-за сердца. В 99-м году мне действительно было очень плохо. Мой сын учился в США в то время. Я его позвал в Корею. Потому что я хотел научить его жизни, верой. Да, другой науке он сможет научиться в любое время, даже после моей смерти. Знаете, я думал, что я смог прожить только до 60-ти лет. И когда подходил этот возраст, я приводил все в порядок. Но я прожил до 70-ти лет. И скоро даже будет 80-ти лет. Когда я смотрю на себя, это удивительно. Мой отец умер, когда ему было 70 лет. Если посмотреть на лицо отца 70 лет, если посмотреть на фотографию меня, которому сейчас 78 лет, то можно увидеть, что мой отец выглядит намного старше меня. Действительно, его жизнь была очень тяжелой. Я думаю, что если все будет хорошо, я проживу до 80-ти лет даже. Все равно продолжается средняя продолжительность жизни. Поэтому, может, я проживу до 80-ти. Или, может, даже до 100-150 лет смогу прожить. Но, знаете, в моей жизни я все больше и больше вижу, как Бог действует в моей жизни. Сейчас я очень стал занятым человеком. Ежедневно я общаюсь с пятью гостями из-за границы. И, знаете, мы открыли телевидение, и очень хорошо используются, чтобы общаться с ними. Знаете-ка, мы с ними общаемся сейчас? Знаете, они или просят нас, или же наши миссионеры просят их встретиться со мною. Несколько дней назад я встретился с матерью короля и с Лесотту. Мы с ней договорились о встрече. Да, по-моему, это было 2 сентября. И сначала я говорил про майн-образование. Я объяснял, что такое глубокое мышление. Королева была в изумлении. Я говорил о глубоком мышлении. Я рассказывал, как я воспитывал моем сыне и моей дочери силу самоконтроля. Моему сыну сейчас 48 лет. Но интересно, что бы я ему ни говорил, он никогда не говорил против моих слов. Моя внучка однажды получила награду президента Трампа в США. И кто-то из журналистов спросил у нее. Скажи, пожалуйста, как ты смогла получить награду президента? И знаете, что она сказала? Мой папа всегда делает все, что говорит ему дедушка. Поэтому я также решила сделать все, что говорит отец. «Мои братья хорошо учились, а я училась плохо». Но что же сказал папа? Он сказал, «Соня, если ты будешь стараться, ты также можешь стать отличницей». И после этого она делала все, что говорил ей папа. И она заняла первое место в школе и получила награду президента Трампа. И знаете, она показала мне грамоту. И так я гордился ее, что распечатал аж 30 штук. Одно поставил себе дома. Второй дал сыну. А потом подумал, может раздать братьям и сестрам. А потом подумал, получается ли, что хвастаюсь своей внучкой? И если сказать, вот, Соня получила награду, а твои дети, что делать тогда? Они могут ведь так подумать, правильно? Поэтому все остальное я где-то спрятал, даже не помню где. Моя внучка, мой внук. Мой сын. Неважно, как они сейчас выглядят. Если у них будет надежда, если у них будет мудрость. Допустим, я встретил красивую девушку. И когда я хочу пожениться, и когда все идет хорошо, я думаю, у каждого из вас есть опыт. Вы чувствуете счастье ведь. Да, хотя в руках у меня ничего нет, но я чувствую счастье. Что же Господь Бог дал нам? Да, Он дал хороший автомобиль. Дал хороший дом. Дает одежду, здоровье. Дает пищу. Но также Господь Бог дает свое обещание. Когда мы идем в банк, мы берем с собой банковскую карточку. И когда мы заполняем документы, мы отдаем свои деньги. Хотя мы как будто отдаем банку деньги, но мы отдаем их на карточку. Поэтому, хотя у меня нет, может быть, наличных денег, но если у меня есть банковская карта с деньгами, тогда я чувствую спокойствие. Вот что такое банковская карта или банковский счет. И знаете, что важно? Да, Господь Бог нам не давал банковский счет. Если бы Он дал бы документ, где поставлена печать, и говорит, ты в рай попадешь. Вот, печать тебе, обещание, что ты попадешь в рай. Если бы дали печать, где написано, что ты будешь вторым по богатству в Коре, было бы приятно. Бог же давал обещание. Но Он дал обещание через Библию. И поскольку это обещание является Словом Божиим, оно имеет намного большее значение, чем счет банковский. Да, иногда ты можешь прийти в банк, а там скажут, нет наличных, извините. Особенно за границей бывает, что банки закрываются, и у них нет денег. Поэтому мы отправляем доллары нашим миссионерам, а они не могут оттуда снять их. И подобное бывает не раз, не два. Но Божий поступает не так. Бог дает обещание нам. Конечно, наши чувства отличаются, когда мы видим, как реализуется обещание, или когда мы видим только обещание. Однако, подобно тому, как банковская карта, можно расплачиваться как наличными деньгами, по этой причине, если у вас есть банковская карта, вы не переживаете за то, что у вас нет наличных денег. Почему? Потому что оно является доказательством, что вы положили в банк ваши деньги. А вот если дать какому-то человеку деньги, тогда есть вероятность, что он может украсть ваши деньги и убежать. Однако то обещание, которое Бог дал нам, когда мы веруем в это обещание, Бог не может нарушить это обещание. Понимаете это? Знаете, когда мы имеем сразу наличные, тогда нам приятно, но если нам только обещают, тогда мы же ведь не уверены. Поскольку многие люди не исполняют свои обещания. Часто бывает, когда деньги берут деньги и потом и бегают. Очень многие люди страдают, потому что люди с разными словами просят деньги, а когда даешь, они исчезают просто. Недавно приходила одна пожилая сестра и говорит, что она одолжила 20 тысяч долларов кому-то. И сказали, что будет два раза давать проценты. Но она не может получить их. И она очень сильно беспокоилась. Мне было так больно за нее, потому что она уже в пожилом возрасте. Я подумал, это злые люди. Но Господь Бог, Он святой. Поэтому видеть, как исполняет Бог свое обещание, это удивительно. Господь Бог обещал зеркальскому народу, что даст ерихон. И Иисус навин посылает двух соглядатых. Одного звали Салмон. В Корее Салмон называется часть мяса, но это имя такое. И Салмон. От кого он родил? Он. Как звали его жену? Да, блудницы Рав. Салмон родил Воза Адерхавы. Воз родил Авида. А ведь Иисей, Иисей царя Давида. Здесь говорится родословие царя Давида. Как говорится родословие. Когда Бог сказал израильскому народу захватить хананскую землю, и из-за страха они не смогли напасть на ханан. И 40 лет они находились в пустыне, и жители того времени все умерли. И уже новое поколение направляется к хананскую землю. Бог приказал захватить хананскую землю с челюсть Иисуса Навина. И Он посылает двух соглядатых. И одного звали Салмон. Салмон вошел с другим соглядатым в город Ерихон. И это был крепость. А Салмон и другой соглядатый, они жили в пустыне 40 лет. Естественно, их одежда, их пища отличаются. И сразу видно, что это соглядатые. Когда они пришли, они вошли в дом блудницы Рахав. Салмон и другой соглядатый вошли в дом блудницы Рахав. И по ним было сразу видно, что это соглядатые. И кто-то доложил царю Ирихонскому. И тогда Он послал солдат, чтобы схватили соглядатых. Солдаты пришли в дом блудницы Рахав. Они кричали, открой дверь! Блудница Рахав испугалась. Но больше испугались, конечно, Салмон и второй соглядатый. Но она сказала тихо и повела их на кровлю дома. И спрятала их на крыше дома. И потом спустилась. И говорят, открой дверь! «Ой, сегодня все закончилось. Приходите завтра». «Нет, открой дверь!» «Ну что случилось? Приходите уже завтра». Она открывает дверь. Вошли солдаты в дом. Здесь же были странные люди, верно? Совершенно верно. «Где они?» Они подозрительные люди. Они что-то поговорили друг с другом. Потом спросили, когда закроют ворота. Я сказал о времени, и тогда они побежали. «Если вы погонитесь, вы поймаете их». Эти соглядатые, которые были на кровле дома, они благодарили Господа Бога. «А вдруг мы погибнем?» Но что удивительно, если они будут пытаться выйти через ворота, их точно арестуют. Но дом Блоницарава находится на стене. И она спустила через окно, поэтому никто даже не узнал об этом. Когда солдаты ушли, она закрыла дверь и сказала Солмону и соглядатому. Мы слышали, как израильтяне когда-то приходили через Иордан, тогда река разделилась. Также мы слышали, как разделилось Черное море. Израиль — это народ, с которым Бог. И мы знаем, что вы хотите напасть на Ерихон. И жители этого города находятся в страхе. И что же говорит Блоницарав? «Я сохранила вам жизнь». «Теперь пообещайте, что вы сохраните жизнь меня и моей семье и дайте мне знамя». Она хотела получить доказательство, что они действительно спасут ее. И тогда соглядатые сказали, «Если ты никому не расскажешь о нас, то мы наши жизни оплатим тебе. А также, знаешь, что мы сделаем?» И она же их отпустила через окно, через веревку. И они сказали, «Привяжи червленую вору к окну». Если кто-то будет вне этого дома, тогда вина уже не будет лежать на нас. Однако, если мы кого-то убьем, те, которые будут в этом доме, вина будет лежать на нас. И они дали такое обещание. Это обещание, и здесь нет ничего. Но Рахаф поверила в обещание Солмона. Порой я размышляю о Солмоне. Он подумал, «Такая мудрая женщина! Такая умная женщина! Такая храбрая женщина!» На самом деле, она могла допустить ошибку и отпустить их. Но мы можем увидеть, что она все может предубидеть. И затем она говорит, «Дай точное обещание, что вы сохраните дом отца моего и меня». Солмон говорит, «Если в это окно, через которое ты спустила нас, привяжи червленную веревку. И пускай в этом доме, где будет веревка, будут находиться твои родители, твои братья и сестры. Если они будут вне этого дома, тогда мы не виноваты, если они умрут. Однако, если мы уберем тех, которые будут в доме, тогда вина будет лежать на нас. И они пообещали друг другу об этом. И когда они прошли через Ердан, и на протяжении семи дней они делали круг вокруг Ерихона. Для чего они кружились вокруг Ерихона? Это сигнал, мы скоро нападем, готовьтесь. Эй, блондерав, ты перенесла все вещи в дом? Мы скоро уже войдем. На седьмой день они сделали семь кругов и потом закрещали. И тогда стены Ерихона рухнули. И Иисус с нами посылает Солмона и людей. И говорит, ты выведи оттуда людей из этого дома. И тогда Солмон побежал в этот дом. Он ищет, где же дом, где на окне висит червленая веревка. А, это есть дом, где живет блондерав. И он с солдатами входит в этот дом. Она кричит, Солмон! О, Рав, я рад тебя видеть! И, наверное, может, они даже обняли. И так она спасла всю свою семью. Солмон родил Воза от Ирхавы. Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иесея. Иесей родил царя Давида. Так продолжается родословие Давида. В родословии Иисуса Христа есть четыре женщины. И одна из них — это блондерав. Солмон вышел из Ерихуна. И он думает только о блондерав. Такая мудрая женщина. Такая умная женщина. Такая добрая женщина. Что же случилось, что она стала блудницей? Это не та женщина, которая обращается с собой как попало. Это мудрая женщина. Как же она могла иметь такое сердце? Я часто представляю сцену, как граф выходит замуж за Солмона. Однажды Солмон обращается к своему отцу. Отец, я хочу жениться. Ой, сынок. У тебя есть девушка? Нет, ну мы, конечно, с ней не встречаемся. Но я ее очень люблю. Отлично. А какая у нее профессия? Может, она работает в государстве? Работает учительницей или медсестра? Нет, отец, прости меня. А что такое? Расскажи. Все хорошо, расскажи. Отец, прости. Почему ты просишь прощения? Расскажи, чем она занимается? Мне стыдно, может, даже сказать. Все хорошо, ведь ты ее любишь. Расскажи, чем она занимается? Она блудница. Что-что? Я не думаю, что ты сейчас шутишь со мной. Но ведь так много женщин. Но почему именно блудница, скажи? Я не понимаю. Можешь дать мне вескую причину, почему именно эта женщина? Да, отец, конечно. Я тебе расскажу. Я видел очень много красивых, хороших женщин. Но я никогда не видел женщин, которая бы так глубоко думала, как блудница Раф. Она спасла мне жизнь. И я спас всю ее семью. И его отец услышал эти слова. Как вы думаете, что сказал отец Солмона? О, ты действительно мой сын. Твой взгляд отключается от взглядов других людей. Да, это хорошая душа по отношению к тому, кто спас твою жизнь. Бог совершает то, о чем мы не можем даже придумать. Давид, который использовал Господь Бог. Никто так хорошо не служил Господу, как царь Давид. И написано, Солмон родил возле Одер-Хавы. Воз родил Авида от Руфи. Авида родил Иесея. Иесея родил Давида царя. Это драгоценное деяние. Да, в Израиле было много добрых, хороших женщин. Много было красивых женщин. Но именно блудница Раф, которая спасла жизнь Солмона. Вот кого принимает Солмон. Я уверен, что он многое воспокоился. Как же она стала блудницей? Что же скажет Отец, если я выберу ее? Что же скажут другие люди? Но оставив все чувства страха, она спасла его. И по обещанию он также спас ее и всю ее семью. И Солмон и Раф сдержали свои обещания. Неужели Бог не исполнит свои обещания нам? Бог точно исполнит. Когда сказали, что Юанна ужалил Скорпион и что он умирает, знаете, о чем я подумал? Я не могу отправить лекарства Юану. Я не могу отправить врача. Говорят, что Юанн скоро умрет. Я сказал по телефону, что хочу пообщаться с ним. Мне передали его телефон. Я сказал, Юанн. Он сказал, да, пастор. Я сказал, Юанн, я читал сегодня Библию. И новый в Ветхий Завет являются Словом Божиим. И Господь Бог ни в коем случае не обманывает. Он исполняет свои обещания, написанные в Библии. Юанн, тебя ужалил Скорпион, и ты умираешь. Но сегодня я читал Библию, и в Библии написано. В Исаии 40, главе 31, стихе написано. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Юанн, чтобы ты победил Дед Скорпиона, тебе нужна новая сила. У тебя нет другого пути, ты должен надеяться на Господа. И Бог ни в коем случае не обманывает. Даже когда нам кажется, что не получится, Он исполняет Свои обещания. Попробуй надеяться на Слово Господа Бога. Тогда Бог даст тебе новую силу. И, Юанн, ты сможешь победить Яд Скорпиона. Я общался с ним 15 минут. Но, услышав Слово, Он поверил в Слово. Он сказал, да, Господи. Господи. Я надеюсь на Тебя. Дай, пожалуйста, силу. Ты ведь обещаешь. И затем Он уснул. Была миссистра, которая была на дежурстве. Она немножко задремала. Рано утром, когда восходил солнце, она проснулась и подумала, о, наверное, этот молодой человек уже умер. И пошла, чтобы убрать его. И встала перед кроватью молодого человека. Но, что удивительно, давление поднимается. У него было давление 30. А температура была 17 градусов. Это был живой труп. Но давление нормализуется. Миссистра была в изумлении. Она побежала к врачу и говорит, врач, подойдите сюда, пожалуйста. Врач пришел и смотрит. Он изумился и спросил, миссистра, что же ты сделала? Она говорит, я ничего не делала. Юан проснулся утром. Юан ничего не сделал. Он просто поверил в слово Бога. И тогда Бог дал новую силу. Он победил яд Скорпиона. Его нога начала гнить. Но потом нога полностью исцелилась. Он стоял перед смертью. Самое важное в этой жизни. Даже если у меня ничего нет. Когда мы открываем Библию и читаем слово, если мы будем верить в слово Господа Бога, то вы не представляете, насколько вы будете удивительными людьми. Не только в слово, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Бог заложил в Библии множество обещаний. Даже если у вас ничего нет, надейтесь на Господа Бога. Когда я женился и жил в Кимчоне супругой, нам было очень тяжело. Никто не помогал нам. Мы прожили в Кимчоне 3 года. Сейчас я вспоминаю, это было изумительно. Однажды я увидел, что две девушки стоят у нашего кабинета. Однако не было причины стоять у нашего кабинета. Я открыл дверь и посмотрел на них. Они тогда отвернулись в свое лицо от меня. Я подумал, наверное, не ко мне. Но они продолжали стоять там. Может, прошел час, я снова вышел и спросил, по какому вопросу вы сюда пришли? Они говорят, мы хотим послушать слово. Я сказал, заходите. Я открыл Библию, два часа мы общались. И они внимательно слушали. Потом я сказал, идите домой. Они живут в городе Сан-Зан. И говорят, что будут жить в Кимчоне. Я сказал, нет, ваши родители будут беспокоиться. Они говорят, мы уже сказали родителям. Они сказали, что хотят жить в Кимчоне. Они взяли деньги и попросили, чтобы я арендовал комнату. Одной было 16, второй 18. И они получили разрешения от родителей и приехали в Кимчон. Я нашел им комнату. И в то время, для того, чтобы здесь японское кимоно, использовали шелк. И нужно было красить шелк. И перед тем, как сделать шелк, его перекрашивают. Это красиво. И в Корее открывали заведение и занимались этим делом. И эти девушки были специалистами в этой области. Они так быстро работают, что не увидишь, как руки работают. И они хорошо зарабатывали. Но, знаете, они ели самое дешевое. И финансово поддерживали наше служение. Сейчас, конечно, это не девушки, это уже бабушки. У них есть внуки. Уже в пошлом возрасте они. Это было много лет тому назад. И недавно они отправили мне горох, и я был благодарен. И там очень вкусное. Я был очень благодарен им. Господь Бог многое приготовил для нас. Я встретил людей, решил вопрос дома. Когда были трудности, я встретил председателя Кам, который помог мне. Я не работал, не зарабатывал денег. Но точно я видел, как Бог действует в моей жизни. Так что удивительно, он открывал дверь Евангелия. После того, я прочитал лекцию в Китае для коммунистической молодежи. Я опубликовал книгу. Я рассказывал о том, как молодые люди должны развивать мышление, как развивать самоконтроль. И взаимомед. Я говорил о этих трех вещах. Сейчас в Израиле обучают молодых людей честь Талмуд. И многие политики в Израиле, прочитав мою книгу по моему образованию, они приглашают меня и говорят, что мое образование лучше, чем Талмуд. Я был благодарен перед Богом. Какого президента я бы не встретил? Я говорю про мою образование. Я рассказываю про внутренний мир человека и как надо размышлять. И люди удивляются. Я говорю. В Корее есть такая песня. Ягодицы обезьяны красные. А если красное, то яблоко. Яблоко вкусное. А вкусное — это банан. Банан длинный. Длинный поезд. А поезд паустрый. А быстрый — это самолет. Самолет высокий — это гора Пекту. От ягодиц обезьяны доходим до горы. Если мы будем думать, мы сможем связать их. И мы сможем свидеть себя со Словом Божиим. Если мы будем читать Слово Господа Бога и будем размышлять, мы увидим, что происходит, когда верим в Слово Бога. Да, в нашей жизни такого не было. Но Бог жив. Поэтому мы становимся теми, которые в нашу эпоху создаем Деяния Господа Бога. Многие люди в этом мире слушая Слово, они изумляются. Прощение грехов. Когда мы говорим о вере. Как читают одинаковую Библию? Они говорят, вы можете говорить об этом. Но Библия. Я говорю, это из Библии. Люди изумляются. Мы договорились с многими президентами разных стран. Сейчас из-за пандемии коронавируса мы себя осторожно ведем. Многие люди говорят, что в будущем к коронавирусу будут относиться как к простуде. Одно время многие умирали от коронавируса, но сейчас их становится меньше и меньше. Говорят, что порой и от простуды люди умирают ежегодно. И к коронавирусу будут относиться как к простуде. Мы сейчас проводим майн-образование. Мы объясняем, как мы хотим обучать молодых людей. И рассказываем, что такое майн-образование. Президенты удивляются, слушая меня. И что больше удивительно, не только это. Многие молодые люди сегодня любят Корею. Раньше все мечтали про США. А сейчас любят Корею. Многие хотят приехать в Корею. И мы хотели проводить СЛФ в США. И СПРИНФИЛДе. И хотим обучать в Корее. В этот раз 2100 служители поступили в теологическую школу Гуднёс. Когда мы начинали, было 8400 обучающихся. Весь мир хочет учиться христианству у нас. Многие служители обучаются у нас. И слушая наши лекции, они удивляются. Потому что это Слово близко к сердцу Божьему. Мы многое знаем в голове. Но поскольку не верим, по этой причине сила слова «спасение» не имеет для многих большого значения. «Спасенные служители» отдаляются от веры. Поэтому у них появляется интерес к деньгам. И появляются проблемы, связанные с деньгами. Почему? Да, люди в этом мире все любят деньги. Да, в мире деньги есть Бог. Но у нас Бог и Его. Если бы и у нас деньги были богами, если бы для нас деньги были бы богами, то мы не спасенные люди. Для нас Бог и Господь выше. Живя в Господе множество лет, я жил также без денег. Но я видел, как Бог кормил меня. Я видел, как Он спасает меня. Я видел, как Он дает мне передавать Евангелие. Я был за это благодарен. Я был очень благодарен. Однажды, когда моя супруга была в положении, у нас дома совсем не было пищи. И я сначала не знал, что делать, потом мы обратились в детский приют. Я обратился к директору приюта. И я сказал, в то время, в 18 лет, дети должны уходить из приюта. Я сказал, что будет, если они уйдут в этот страшный мир? Я хочу научить их духовной жизни. И я специалист по наставлению на духовный путь. Я ничего не буду требовать у вас. Дайте только разрешение. Тогда одну неделю я буду учить их бесплатно. Знаете, директор приюта посмотрел на меня и говорит, «Хорошо». Моя супруга была в положении, но она изучала с ними гимны. Я передавал слово. И знаете, директор приюта был пастор, и он меня слушал. Ему очень нравилось слово. И он так вкусно нас кормил. И мы пообедали, поужинали после вечернего мероприятия. Я передавал слово. Где-то в 10 часов вечера мы возвращались домой. До дома нужно было идти 2 километра. Моя супруга очень медленно ходит. Я иду, и потом вижу, что ее нет рядом со мной. Смотрю назад, а она сзади. Тогда я очень много ходил. И так быстро портилась вся обувь. На протяжении одной недели, 6 дней, мы передавали слово, и мы были счастливы. Пастора звали пастор Лису Чон. Когда в прошлом году мы проводили в городе Куми рождественскую кантату, пришел директор школы Ханиль. Я сказал, я хорошо знаю эту школу. Он спрашивает, как вы знаете? Я сказал, я знаю пастора Лису Чон. Вы его знаете? А он говорит, я его сын. Я был очень рад его видеть. И он тоже так радовался. А в тот день из-за концерта мы не могли общаться. Но потом я поехал в эту школу. И вечером он предложил поехать поужинать. Но я сказал, простите. Я бы с радостью. Но сейчас совсем нет времени. Можно завтра? Он говорит, да, конечно. На следующий день я поехал к нему. Я поехал с моим сыном. И приехал директор с супругой. И мы очень вкусно поели. Хорошо поели мясо. И потом я передавал Евангелие. И он получил спасение. Знаете, я был так благодарен. И он также был благодарен. Мы так близко общаемся. Конечно, мы не часто видимся. Да, конечно, его отца сейчас нет. Но он очень хорошо вырос. И мы хотим проводить майн-образование в его школе. Господь Бог открывает путь перед нами. Знаете, Ерихон должен был полностью погибнуть. Что сделали соглядатые? Они спасли дом Блуни-Церагав. Бог не хочет, чтобы люди погибали. Он хочет спасать людей, которые должны погибнуть. И чтобы спасти одного человека, Бог послал соглядатых в Ерихон. Но я думаю, Блуни-Церагав собрала родителей, двоюродных, троюродных, четырехюродных, тридцать человек, может, у себя дома. Вы представляете, как они были счастливы? «Ой, Рав, прости!» «Я презирала тебя, потому что ты была блудницей!» «Ой, я говорил тебе, чтобы ты даже не приходила к нам!» Господь Бог дал нам невидимое, а обещание. Когда мы кладем деньги в банк, и когда мы снимаем деньги, мы можем получить деньги. Это есть наш банк. Все обещания, которые в Библии, есть наше обещание. А если это все ваше, вы становитесь удивительными людьми. Но сатана искушает нас, что мы видим Библию и обещание Бога. Но сатана говорит, «Нет, у меня же нет веры. У меня не получится». У нас у всех нет веры. Но если поверим, тогда у нас будет вера. Понимаете это? Пожалуйста, повторите. Надо поверить. Если поверим, получится. Если нет веры, не говорите, что нет веры. Надо поверить. Бог с нами. Это обещание Бога. Говорите через обещание. Я не знал, что Юанс может выжить. Но Слово говорило, что он выживет. Что если будешь надеяться, даст новую силу. Я знал, что Юан нуждается новой силе. А это слово обращено к Юану. И я прочитал это слово, когда Юан позвонил мне. Я сказал, Юан, Бог ни в коем случае не обманывает. Он сказал, что надеешься на Господа, обняваться в силе. Надеешься на Господа. Тогда Бог даст новую силу. Ты сможешь победить яд Скорпиона. Он считал, что он погибнет. Но когда он услышал слово, он поверил в слово. Бог, я надеюсь на тебя. Перед тем, как взять телефон, знаете, о чем он подумал? Он думал, я умру. Когда он покидал аэропорту Далласа, его отец крепко обнял и сказал, Юан, хорошие дороги тебе. И Юан думал, как хочется оказаться в последний раз в обиатах отца. Но отец же в США, как я могу его обнять? Но позвонил начальник наш. И я сказал, Юан, послушай меня. Библия является словом Бога. Если ты поверишь, по слову все произойдет. В Исайи написано, надеешься на Господа обновяться в силе. Это слово Бога. Надейся на Господа. Смотри на Господа. Убывай на Господа. Тогда не важно, кем ты являешься. Бог обязательно даст новую силу. Если Он даст новую силу, ты сможешь победить яд Скорпиона. И я сказал, Юан, веришь ли ты? Веришь ли ты в это? Он сказал, да, пастор. Я сказал, я кладу телефон. Давай, выздоравливай. Врачи говорили, что Он проживет максимум два часа. Давление было 30. Температура 17 градусов. Это был живой труп. Но Он сказал, я надеюсь на Бога. Дай мне новую силу. В Библии написано слово, которое пастор сказал мне. Я верю, что ты дашь новую силу. Дай новую силу. Не надо находиться там, где нет веры. Читая Библию, веруйте в слово. Если нет веры, если нет веры, надо поверить. Если поверите, тогда будет вера. Это слово Бога. Бог не обманывает. Он точно слышит мою молитву. Если вы поверите, вы станете людьми веры. Тогда сила Бога будет действовать в вас. Аминь. Аминь. Бунцера поверила в Салмона. Салмон также поверил в Бунцера. Она была блудницей. Это была женщина противника. По-человечески у них не может быть одно сердце. Но если подумать наоборот, Салмон и Рав — они враги. Но если подумать по-другому, Салмон может выжить только благодаря Рав. И Рав может выжить только благодаря Салмону. Это очень интересное отношение. По-человечески кажется, что нет никаких отношений. Но Бог нас всех связал. Салмон умрет без Бунцера. И Рав также умрет без Салмона. Если не будет Бога, мы погибнем. Мы должны уповать на Бога. Даже если не хотим, надо верить. Иначе Бог не будет у нас действовать. Иначе наша жизнь станет жалкой. Если мы будем верить в Бога, мы превратимся в удивительных людей. Если не знаете, как верить, надо научиться. Если Бог будет действовать в вас, это так изумительно. Рав была Бунцей, поэтому все насмехались над нею. Но теперь она спасла всю свою семью. У них формируется новое сердце. У Рав появляется любовь к Салмону. А у Салмона любовь к Рав. И они так любят, что эту связь невозможно прервать. «Ой, отец, хотя она блудница, но если ты дашь благословение, я хочу жениться с нею. Она спасла мою жизнь. Не просто спасла мою жизнь, но ее мудрость и храбрость были удивительными. Она спасла меня. Я нуждаюсь в ней». «Хорошо. Отлично. Какая разница, что она блудница? Ничего, главное, что ты любишь. Ты ведь любишь. Вас Бог связнил. Вы благословены. Да, родите побольше сыновей». Салмон родил Воза от Рав. Воз родил Авида от Руфи. Авида родил Иесея. Иесей родил Давида царя. Есть такая прекрасная история веры. «Мы верим в Бога». Не нужно ввести неясную веру. Поверьте в слово Бога. Когда нет веры, это значит, что она искушает вас. Все произойдет по слову. Говорите всегда веру. Учите себя вере. Говорите, что вера действует в вас. Пускай вера живет в вас. Не надо отдавать себя материальным вещам. Если вы будете верить в Бога, это будет изумительно. Я был ничтожным человеком. У меня была всего лишь вера в Бога. Бог помогал мне в тысячах, десятки тысячах вопросов. Сейчас весь мир открывает сердце перед нами. То, что мы не могли себе представить. Многие страны хотят учиться майн-образованию, которую мы продвигаем. В Америке мы встречались с директорами школ. Они изумляются. Учебник по майн-образованию. Мы сейчас меняем и подстраиваем под США. Чтобы все жители США могли обучаться этому. Мы верим, что они изменятся. Станут светлыми. И будут счастливы. Знаете, я ничтожный. Но я дитё Господа Бога. Я вёл греховную жизнь. Я был злым человека. Но Иисус вошёл в моё сердце. Я всего лишь поверил в Его Слово. И я благодарен, что изумительным образом Он ведёт меня. Все, братья и сёстры и слушатели, давайте станем Салмоном и Раавом нашего времени. Как они верили друг другу. Давайте будем верить в Бога. Будем читать Библию. Когда мы будем верить в Слово, вы станете изумительными людьми. Понимаете неизвестным? Продолжение следует...